После концерта подходили поклонники, так у себя золото, так снимали мужики, говорят, вот все, что могу подарить. В клипе ладошки видно, даже шрам у меня на лице. Вот все, хочу быть звездой. Я говорю, это к психиатру. Про что? Я говорю, про онкологию. Боже, это такая тема, такая тема. Я говорю, какая это тема? Я поехала сразу на Кааширу, в онкоцентр. Объяснили мне, с чем я живу столько лет. Это был уже четвертый рецидив. Я могу себе позволить петь то, что я хочу, а не то, что будет хорошо продаваться. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Ольга Лушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в гостях певица Светлана Рерих. Здравствуй, Света! Здравствуй, Оля! А давай напомним нашим зрителям песню легендарную 1997 года «Ладошки». Представляешь, ей больше 20 лет, эта песня. Нет, не представляю, потому что я под нее танцевала. Знаешь, сколько людей под нее замуж выходили? У меня много жили с этой песней. Ну что, классика жанра, да? Припев, да? Да. Две ладошки нежной кошки, а за окошком ночь. Две ладошки нежной кошки, ты не прогонишь прочь. И только я, только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. И только я, только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. Я, слушай, я сыну своему показала клип этот, когда ему было лет шесть. И он так посмотрел, так на меня. Я говорю, сыночка, тебе не понравилось? Он такой, да я просто тебя не ожидал такого. Шесть лет. И только я, только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. И только я, только я буду рядом, я буду рядом с тобой до утра. Я тебе это сказала. Ну а что эта песня значила для тебя и сейчас значит? Я сравнительно недавно просто приняла эту песню как часть себя или, знаешь, как кусок своей жизни. Не скажу, что самый важный, но очень такой значимый какой-то. То, что на этой песне выросло полстраны. И песня, благодаря ей, наверное, альбом «Ладошки» в 1997 году был самым продаваемым альбомом года, по данным в студии «Союз». Из каждого окна звучало. Я не могу сказать, что она, допустим, как-то качественно изменила тогда мою жизнь. То есть я как-то звездой ей не стала. Ну в материальном плане, в каком-то там философском. Вот для всех тогда ты была звезда, и все знают. И все думали. Все тогда. Я, знаешь, как-то однажды сказала в компании, сколько я получила за последний концерт со своим продюсером. Вот люди пили валерьянку. То есть они говорят, ну как это вообще? Сколько ты получила? 84 доллара. Стоимость концерта была 5 тысяч. Но в этой ситуации были на тот момент все… Нет, ты знаешь, у меня был хороший договор, у меня был хороший контракт с правильным дележом, с правильными расписанными деньгами. В проект я заходила тоже с деньгами, поэтому как-то… Ну почему же тогда так мало? Ну потом так началось… Ну как вот, знаешь, ты же не проверишь. Потом я продюсера своего знала там с 19 лет. То есть у меня был абсолютный уровень доверия, абсолютнейший. То есть он не мог обманывать. В моем мире, в моей картинке мира он не мог обманывать. Ну мы часто судим людей по себе, что мы не готовы на какой-то не очень хороший поступок. Кажется, что и другие тоже. У меня знаешь, там были… После концерта подходили поклонники, так себя золото так снимали, мужики говорят, вот все, что могу подарить. И я это все привозила продюсеру, то есть я считала, что это не мне подарили. То есть не мне как личности, да, там, а это как проекту. Я деньги так отдавала, я все приносила. Да, сейчас не общаетесь, конечно. Ну что поделать, это жизнь. Знаешь, я вот сейчас смотрю на эти все вещи, у меня нету там какой-то там злобы, там, каких-то негативных. Как говорят, да, каждый человек приходит зачем-то в твою жизнь. Вот ты взял вот это, я все отношения так рассматриваю. То есть ну вот все, мне больше нечего давать, уже пора расставаться, там, пора расходиться. Пора больше, как бы, переживая или мучаясь, когда понимаешь, что ты с человеком перестал общаться и не чувствуешь никакого, ну, какого-то, ты не чувствуешь, что кого-то не хватает, да. То есть думаешь, как же ты вот, человек же в жизни в твоей был, там, не знаю, 10 лет, там, 7 лет, 5, год, да, перестал общаться. И ты понимаешь, что мог быть… Потери нет, потери нет. То есть он зачем-то приходил вот на эти 10 лет или на эти 2 недели, да, может быть, с кем-то познакомиться. А может, просто ценности не было в нем никакой. Вот просто был, был. Я какую-то фразу такую придумала, что понимаешь, что вот эти отношения 10-летние были созданы для того, чтобы этот человек познакомил тебя вот только вот с этим человеком и все. Иногда и такое… Иногда и такое у меня тоже такие истории были. А я хочу этим новой песней вернуться. Давай. Я посмотрела клип еще раз перед нашей встречей. Ну, я его частенько смотрю, потому что он в моей судьбе тоже сыграл определенную роль. Я этой песенкой призналась в любви своему мужчине. И у нас все, в общем-то, стало развиваться. Поэтому для меня Светлана Рерих – это часть моей жизни. Очень классно. Вот. И я посмотрела клип, и там Аверин, тогда еще неизвестный Барац и известный режиссер Сергей Гейнсбург. Как отношения складываются вообще? Общаетесь вот с этими людьми? Слушай, ну мы и тогда как бы там на площадке не сильно пересеклись. Потом у меня продюсер, он такую занимал позицию. Он ограничивал мое общение, тем более с людьми из шоу-бизнеса. Но он боялся, наверное, что я что-то узнаю, там куда-то... Да, что жизнь другая вообще на самом деле. И поэтому мне как бы доступ так закрывали. С Максимом мы встречались лет пять назад. То есть я была у него на спектакле, так. Приятно было. То есть он тоже понимает, что ладошки были таким... Для него одним из стартов. Старт-тап, да. Но он уже тогда снимался в рекламе немножко, но все равно был... То есть его сейчас-то вас тоже, когда смотрят люди, такие, о, глухай. Да-да-да. Да, и вообще я сегодня прям еще раз получила удовольствие от просмотра, воспоминаний. Хороший-хороший клип, отличный прям. А еще я сегодня посмотрела, и еще вот недавно тоже слушала, смотрела песню «Счастье моё». И вот пока слушала, смотрела и сюжет там такой с ребеночком, и с мужчиной, и ты там такая красивая. И это твоя история вообще? Слушай, я просто думаю, что это история миллионов женщин в нашей стране, которые в одиночку растят своих детей. К сожалению, мне кажется, вот это вот безответственное отношение к детям со стороны мужчин у нас уже получает какое-то такое национальное, прямо как национальное бедствие. Потому что расти мы их сами. У меня практически все подруги разведены. Ну да, как-то я слышала фразу такую, не раз, мамины дети – это мамины дети, да? То есть пара… Ну, ты знаешь, я знаю отличных отцов, которые вот эту фразу ломают, да? То есть ты понимаешь, что есть варианты, когда отцы бьются за своих детей, когда они больше им дают, чем матери. Но когда большая часть истории, она совсем другая, я понимаю, что таких мужчин тоже воспитали мамы, понимаешь? Вот с такой безответственностью к собственным детям. Ну, ты сейчас воспитываешь другого мужчину. Я очень стараюсь. Я просто думаю, знаешь, что эволюция, она в том и состоит. Знаешь, вот когда люди говорят, ну нас так воспитывали, мы так воспитываем. Я говорю, так жизнь, она так не получится. Нужно от своего воспитания взять лучшее, добавить и дальше расти. А если ты будешь делать, как воспитывали тебя бабушку, дедушку, ну так в параллели так и останешься. Ну ты же выпустил в мир свои детей, ты же должен дать им лучше или другое. Я не уверена, допустим, что мой сын будет каким-то идеальным мужем, да? Просто потому что у него нет примера для понимания вообще, как это должно быть. Да, он, у него есть правильные ценности, мужские ценности, он понимает, кто за что отвечает, да, там, и никак не в отношениях с мамой, да, там, у нас нет замены вот этих понятий. Вот, то есть для личной жизни он еще молод. Вот так. А сколько ребеночку? Ребеночку 14 лет. Большого ребеночка. Я, знаешь, я когда думала, что ты такой, господи, скорее бы ты женился уже, потом понимают, что паспорт позавчера получили. Вот так, подожди, нет, ранние браки это не... Вот такая мама с Ивановой Рейх. С ней хорошая мама. Да. А я знаю, что он у тебя увлекается, и ты вот сейчас таким интересом рассказывала, за чашкой чая парусным спортом увлекает, даже КМС парусным спортом. И я рассматриваю, и он рассматривает, я рассматриваю это занятие как, ну, одно из главных в жизни, да, и, в принципе, дальнейшую какую-то жизнь, карьеру и образование он рассматривает как околоспортивное. Мы не говорим о тренерской карьере никакой, но то, что парусный спорт вообще позволяет, да, быть хирургом и быть чемпионом мира при этом. Да. Такой спорт прекрасный. Ты прям хочешь из него вырастить профессионально. Да не я хочу, понимаешь, то есть мне кажется, что задача мамы как раз увидеть талант ребенка, признать его и дать возможность для его развития этого таланта. То есть о том, что моего сына нужно приводить в спорт, то есть мы начали уже заниматься там с шести лет. Я видела, когда нужно менять тренера или менять просто ситуацию, да, потому что в этом клубе, допустим, с этим тренером уже все, ресурс исчерпан. Нужно переходить, нужно обеспечивать условия для дальнейшего какого-то роста, для дальнейшего развития. И решение принимаешь, конечно же, ты наблюдаешь, то есть фактически ты сейчас еще кроме того, что ты мама, ты еще и спортивный менеджер получается. У меня как тьютер еще, да, такой, я тьютер, который дорогу эту прокладывает, я еще ни разу не ошиблась. Как это важно, да, вот чтобы у ребенка с хорошими задатками, да, был человек, который направит. Слушай, вот в большинстве случаев я же работаю с родителями, то есть у меня педагогическое образование. О, это вот как раз о том, что сейчас в жизни происходит. Да, вот, у меня два высших образования, у меня много всяких сертификатов и каких-то там еще дополнительных этих занятий. И я работаю, у меня образовательная программа для подростков, и я сертифицированный коуч родителей детей и подростков. И родители в основном-то приходят как раз, знаешь, вот он ничего не хочет, да, как возму. Или была у меня такая рабочая ситуация, когда мама говорит, вот туда в спорт, ну, мальчик надо в спорт, спорт, ну, как-то не идет у нас. Я говорю, а что идет? Ну, он все время в ИЗО просится, вот он хочет заниматься с живописью. Я говорю, а в чем проблема-то? Ну, это же как-то не мальчиковая такая история. Я говорю, так вот не факт, что он должен быть у вас великим хоккеистом, да? Да, или боксером. Я говорю, может быть, он реально какой-то... А у мамы даже не было такого сценария, что это можно делать. Есть программа такая, мальчику положено так, мальчику не положено. Она через пару недель мне присылает фотографии его с занятий живописью, и я говорю, ну, увидишь, как ваш ребенок счастлив. И талантлив, может быть, даже. Может быть, и талантлив, а у него даже шансов не было это узнать или показать. То есть задача родителей как раз не реализовываться самим за счет ребенка, да? Тоже частая история абсолютно. То есть твоя сейчас жизнь, вот то, чем ты занимаешься, это не творчество получается, а это воспитательный процесс и, ну, педагогическая деятельность больше. Правильно? Нет. Нет? Так. Это часть твоей жизни. Где у нас творчество? Ну, и творчество, слава богу, вернулось. Ты знаешь, я просто после ладошек, я лет 10 даже физически не пела. Я человек, вот девочка, которая либо говорила, либо спала, либо пела, я перестала петь вообще. Ну, настолько для меня как-то такая была ситуация с, ну, вот с этим успехом, этих ладошек, и с предательством людей, которые близкими, я считала. И продюсера тоже, и друзей, то есть ты понимаешь, что ты приезжаешь к подруге, которую с 12 лет знаешь, да, там дружите с 12 лет, а у нее сидят люди какие-то с ее работы, посмотреть на тебя живую, то есть, ну, знаешь, чтобы торгуют прямо. То есть, вместо того, чтобы там защитить, защищать твою личность. Повысить свой авторитет. Да, за счет знакомства с тобой. Хотя мы подружки с песочницей, да, то есть, странно. У меня есть подруги, для которых вообще не важно, чем я занимаюсь, потому что со мной дружат как с девочкой, да, понятно, у нас там 20-летиями уже отношения просчитываются. И для меня просто и по-человечески, и в профессиональном плане было сложно как бы вот петь. Да, петь я просто замолчала. Я просто замолчала. Даже дома? Даже дома. Я поймала себя поющей, когда мне появился сын, и я вот помню, что я встаю в мою посуду и пою, и такая, ой, в голос пою. Началось. Началось, вернулось. Спасибо. Вот, и, ну, а сейчас, в последнее время, просто появились песни, которые хочется петь. Я нахожусь, знаешь, еще в таком, может быть, уже и возрасте, и статусе, когда я могу себе позволить петь то, что я хочу, а не то, что будет хорошо продаваться. Вот. Это очень важно. Это важно, да. И я вот так прям держу, не знаю там, что держит, там пальчики, кулачки. Надеюсь, что у меня до конца лета выйдет. Альбом. Да ну что ты, ну зачем? Клип. Да, вот песня с клипом, да. То есть это новая песня, которую ты сейчас готовишь, правильно? Угу. Мы ее в конце немножечко попоем. Не, не буду. Не будешь? Потому что, знаешь, она просто на баранжировке, она по-другому звучит, там другая история будет. Можно, знаешь, как неправильно картинку создать просто и все. Она другая совсем. Мне так с Вадимом повезло просто, с человеком, который сейчас делает. Который сейчас занимается. Который делает, ага. Ну как музыкант делает. Ну уже хватит в жизнь пускать посторонних, лишних и ненужных людей. Уже будут только те, которые... А как узнать, они посторонние или не посторонние? Вот понимаешь? Ну я думаю, что вот этот вот резерв ненужных людей закончился на твою жизнь. Но они тоже же приходили. Понимаешь, к моему продюсеру тоже сейчас там нет таких претензий каких-то. То, что я понимаю, что не было бы его, не было бы этих ладошек, не было бы этой дороги, не было бы... Ну а с другой стороны, не было бы ладошек, были бы какие-нибудь пяточки, которые тоже прогремели. Потому что не надо обесценивать слой дар и талант, который, в общем-то, дал возможность проявиться всем вокруг себя. Всем получилось. Вот во время того, как ты была на гребне популярности, у тебя случился недуг, по поводу которого у нас часто в нашей программе мы рассказываем. У нас недавно совсем был профессор Демидов, он в Блохим на зав. отделении и занимается проблемами как раз меланомы, рака кожи. Но у тебя была не меланома, ты столкнулась с раком кожи. Базолиомный рак кожи. Расскажи, как у тебя это было? Я понимаю, откуда я его привезла. Ну, то есть, вот это солнечное, такой месяц пребывания под солнцем Одессы. Вот, и через пару лет у меня на лице появилось образование странное. Это в каком году было? 93-94. 93-94. 94-й. Вот, и я пошла к косметологу, как приличная девочка. Косметолог тоже оказался хорошим, отправил меня за справкой к онкологу. То есть, это не на пике, получается, было? Нет, еще нет. Но дело в том, что просто первый онколог мне неправильно диагностировал заболевание. И что сказал онколог? Мне выдали справку, в которой значилось, что это не онкология. Ну, а какой-то диагноз ставили. Там папиллом или что-то такое. Вот. И следующие три косметолога, честно мне, следуя этой справке, убирали каждый год. Рецидивы были. Она возвращалась каждый год. И каждый год я проходила какую-то операцию. И причем... Это делали косметологи? Да. Ну, справка же от онколога была. И ни гистологии не было, ничего. Ничего. Третий косметолог отправила на гистологию. Но она мне об этом уже сообщила после того, как она поработала со мной. И она так это преподнесла, как на пороге. То есть я вхожу, она говорит, ты знаешь, я там отсылала это на гистологию. Это уже было на ладошках. Это уже было все красиво. То есть уже вот здесь гистологию отослали, когда уже у тебя была пись на ладошке. Да, ладошки. В клипе ладошки видно, даже шрам у меня на лице. Получается, пять лет ты ходила вот с этой опасной штукой. Которая возвращалась, да. То есть ее убирают там и лазером, и азотом. Азотом, да. Азотом, да. Убирали там. Что-то еще мне делали какую-то вещь. И она мне уже на пороге, я ухожу, она мне на пороге говорит, вот я там отдала. Это вот такая вот такая штука. Это такое предраковое заболевание. А у меня к тому времени, это был 98-й год, когда она мне это сказала, а у меня уже папа умер от рака. А как, рак чего у него был? У папы был рак желудка. И слово рак, оно уже как бы вот... Он как осторожность была. Да, в поле уже бегала. И когда она через год опять вернулась, то я уже никаких гистологов не ходила. Я поехала сразу на Кааширу, в онкоцентр, где сделали тоже анализы. Объяснили мне, с чем я живу столько лет. И они понимали, что это с 94-го года? То есть они понимали, что это был уже четвертый рецидив. И когда меня доктор повезла уже на операцию, по дороге мне уже давай рассказывать, что у меня на лице сейчас будут убирать 3 сантиметра в диаметре кожи. А ты артистка. Я же артистка, я же девочка, мне там 27 лет, мне нельзя так убирать. То есть она такая вот походила, походила, давай, говорит, так, вот я сейчас все сделаю, все, что могу. Но если через год она опять вернется, вот судя по возвращению от поэтия, то ты уже ложишься по полной уже. Уже будем делать. Но это с 99-го года, рецидивов нет. Но я именно, знаешь, я такой вот клиенту, когда онкоосдорожен. То есть я все образования какие-то на своем теле я проверяю сразу к доктору. Это правильно. Базалиома, это не страшный, конечно, рак, но в твоем случае он мог бы плачевно закончиться. Он вообще метастазирует? Тебе не врачи не говорят? Нет, она мне тогда просто сказала, что просто по месту нахождения, да, когда там сантиметра до глазного нерва и пару сантиметров до мозга или как-то там. И тем более, что она у меня прорастала каждый раз внутрь как бы. То есть снаружи убирали, а внутрь она продолжала расти. И это очень могло плачевно закончиться. То есть опасность была реальная и угроза была реальная. Ну, просто даже если ты в справке имеешь слово. Анкар. Да. Ну, меня оно уже так сильно не пугает. Ты знаешь, я не то что там, у меня или характер такой, то есть я начинаю пугаться позже. То есть когда сама ситуация возникает, я как бы там в панику не впадаю, да, в какой-то. То есть я начинаю там просчитывать, что мне нужно сделать, какие завещания написать, да, вот это вот. А потом я могу уже заплакать и... Ну, то, что касается онкологии, ты понимаешь, что у тебя, у меня, как там правильно, каждый год у кого-то из знакомых, из родных этот диагноз появляется? Ну, вообще цифра, ну... Официально 4% в год идет прирост онкозаболеваний. Ну, к тому, что есть, это по данным 18-го года или даже 17-го, ну, мы в таком мире живем. С одной стороны, диагностика лучше стала. Так, может быть, поэтому и прирост идет? Ну, вполне возможно. Ну, здесь много факторов. И плюс еще все-таки экология и то, что мы кушаем, оставляет желать лучшего намного. Изменился мир по сравнению с тем, что было. Ну, а что нам остается делать? Ну, следить просто за собой. Да. Просто смотреть. Ну, лечение прошло быстро, у тебя не было ни химии, ни лучевой. Только операция. И все это вот во время работы, во время концертов. Слушай, да. Через сколько вернулась гастролем? Ну, вот после последней операции на Кашире, где-то через пару недель, нет, может, через неделю я поехала на одно мероприятие. Через неделю? Через неделю я поехала. А как? На лице живет. Это было, знаешь, когда люди так смотрели на тебя, ну, мне нужно было там просто быть на тебе. Я когда-то там сильно не плакала, знаешь, то есть я там не закрывалась. Ну, камер не было, ничего, ну, общение, и народ вообще же не понимает, как бы, ты же не объясняешь ничего, не оправдываешь, не говоришь, у меня, я как-то так пережила это. Ну, а потом, ты знаешь, я же несколько лет жила вот в режиме того, что она существует, да, и у Бережа она опять там возвращается. И там уже не шокирует тебя, думаешь, ну, что такое, ну, опять вернулась, ну, что такое, ну, опять. То есть когда уже как диагноз это было поставлено, так. Ну, ты же не думала про онкологию, не только бумаги. Да, у меня справка была, у меня же была бумажка, где написано, что нет, нет, все нормально. У меня второй косметолог, она, когда она занималась ей, она, может быть, не решилась сказать, или она вот на эту справку посмотрит на меня, и такая, ну, странная, но у вас она вот, если бы она произнесла, что давайте вот как-то вы еще подумаете. Может быть, я раньше этим занялась, но она как-то так. Но онконостороженности все равно такой вот не было. Нет, я же верю справке. Ну, хочется же, ну, все, все, все нормально, видишь, написано, буквы написаны. Ну, все. И сам себя успокаиваешь. Не только ты, всем хочется верить, потому что вот у меня сейчас рецидив, но я 4 месяца, я наделась, что это все равно, какая-то простуда, какая-то инфекция. Хотя где-то в глубине души, очень-очень глубоко было ощущение, что это не... То есть ты думала, что сама рассосется сейчас, аспиринчик попью. Ну, вот, да. Да, не рассосалась. Что ж, ладно. А страх был, вот, когда узнал о том, что у тебя онкология? Вот какие мысли, какие чувства? Да не было, знаешь, мне прям действительно за пару дней до этого, ой, дней, месяцев папа умер. И папа умирал там, ну, на руках, вот как говорят, на руках. То есть я пульс мерила, я там первая поняла, что он умер. И очень быстро, но два месяца мы готовились к его смерти, так. Поэтому, ну, просто как факт, ты понимаешь, что она есть. Ну, что теперь? У меня на самом деле, знаешь, не то, что я неранимый человек, но я таком, я мобилизуюсь вот в ситуациях, где кроме меня никто решить ничего не может. Да, может, да? Ну, а кто? Все сибирики такие. Такие, да. Мне кажется, вот у меня из моих знакомых там стержень такой, что... Ну, слушай, я, конечно, могу, у меня там, у меня много было ситуаций не касательно здоровья, да, каких-то, когда ты сидишь, ревешь и ревешь, потом уже людям запрещаешь эту тему обсуждать. По этому поводу не плакала? Нет, поэтому нет. А смысл какой? То есть у меня, ну, вот, у меня ребенка тогда не было, да, то есть поддерживать. Я кому-то из знакомых сказала, там, у меня рак. А люди же тоже не хотят в этом участвовать, понимаешь? То есть люди не хотят слышать плохое, они вот как бы, знаешь, так закрываются. И потом через несколько лет в этой же компании, там, говорят, да ну. Я говорю, да я тебе единственное тогда рассказала. Я не помню. Я говорю, ты не хочешь. Я говорю, не хотела слышать просто, и все это. Рак кожи, он, в принципе, это одна из распространенных болезней сейчас. И прошла этот путь сама. Нас смотрят зрители. И, в принципе, так как это заболевание участилось, и тоже случается очень часто, ну, именно вот такое, именно базолиома. Базолиома. Базолиома, да. Что пожелаешь нашим зрителям? Смотрят ведь многие. Не загорать. Не загорать. Вот ты считаешь, что это вот изменение в результате солнечных ожогов произошло? Ну, у меня цепочка была такая. В моей голове, я так подумала. Ну, то есть не загорать и, наверное, просматривать свою кожу. И не бояться слова онколог или онкология, а регулярно проходить какие-то обследования. Тем более, допустим, если есть в семье. То есть просто ты дай оценку, проанализируй просто, от чего тетя умерла, бабушка, дедушка. Если есть предрасположенность, не нужно у себя там ждать, да, там, или наоборот, нет, все, я в домике ничего не слышу, не знаю. Чем раньше это проверить, сейчас отличные страховые программы есть по онкологии, отличные. Да и не то, ты имеешь в виду ОМС, да? Ну, нет, не ОМС я имею в виду, а я имею в виду страховые компании, которые предоставляют пакеты, вполне доступны простым гражданам. Знаешь, как у меня приятельница этим занимается. Там я просто знаю внутри, что там происходит. И тоже, когда приходят люди и говорят, а вдруг мне это не понадобится. Они говорят, ну, как бы вы и молитесь, чтобы вам это не понадобилось. Ну, страховое лечение. Но я как-то считала там программу, то есть если я даже 10 лет буду выплачивать, и, слава богу, ничего не будет, я выплачу все равно копеечную стоимость того, что могу получить, если вдруг это случится. Вот этот сбор денег взрослых и детей. У меня, я благотворительностью занимаюсь лет 6, наверное, так, профессионально. И сейчас тоже? И сейчас тоже. Я немножко сейчас сдвинула направление, а до последнего момента детской онкологией занимались вплотную. И понятно, что каждый день практически какие-то обращения на ребенка, собрать миллионные суммы. Детская страховка онкологическая стоит порядка 4-10 тысяч в год. Ну, что это такое? Это, можно сказать, ничего. При этом получает лечение на несколько миллионов рублей, если вдруг... Ну, ОМС тоже у нас, кстати, сейчас очень даже неплохо. Я полностью все прохожу по ОМС. И вот сейчас мне требуется очень дорогое лекарство. Одна коробочка стоит 200 тысяч, я ее получаю по ОМС. Слушай, я вот нашим докторам верю безгранично. Мне когда начинают, я говорю, я не знаю, у меня бесплатная медицина, меня всю жизнь спасает. Вот где я платила, я все время получала какие-то косяки. Вот у меня каши распасла, бесплатная медицина, да, там какие-то еще были проблемы со здоровьем, тоже я так на онкологию думала. Только бесплатные доктора. У меня, может быть, благодаря деятельности в друзьях, доктора высочайшего уровня. Ну, конечно, ты же приходишь в любое учреждение, заведение, все помнят ладошки, и все понимают, звезда, значит, надо как с хрустальной вазой. Ну, конечно, с другими как. Ну, с другими как, ну, все, знаете, знаешь, есть такое, ну, всем помочь невозможно. И, конечно, ну, есть любимицы, да, но любимицы всеобщие. И хочешь ты, не хочешь, к тебе будет внимания всегда больше. Ну, это сущность человеческая такая. Ты знаешь, по моей практике это внимание не всегда благотворно для меня. Понимаешь? То есть если бы оно приносило больше благодати какой-то, это внимание. Одно дело, когда оно только портит все. Ну, что тебе испортило внимание, любовь, огромного количества людей, что оно могло испортить, скажи? Ну, во-первых, мне кажется, ну, вот сколько вот я там и по своей жизни нормальный, психически здоровый человек, он не хочет быть звездой. Именно как целью. То есть, вот все, хочу быть звездой. Я говорю, это к психиатру. Можно хотеть быть лучшим, там, учителем, лучшим доктором и быть звездой профессионалом, да? Вот не просто известным человеком, а человеком профессиональным, состоявшимся и как звезда дорогостоящим, да? Вот он же звезда в этой профессии. Это одна, ну, как бы совсем другая. Ну, да, звезда может быть и в профессии. Конечно, да. Тогда ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. А когда вот это вот «я хочу, чтобы меня все знали» или «меня все любили», это какая-то иллюзия есть такая. Это Инстаграм. Там, слушай, там тоже уже сейчас это все монетизируется, да? То есть ты, по большому счету, никто ничего не производишь, да, кроме себя самой, но это тоже нужно уметь. Почему-то другие миллионы точно так же себя производят, но они не стоят дорого так в этом Инстаграме. Там тоже нужно все на это смотреть и анализировать. Ну, тут молодец. Ну, она же смогла. Таких девиц миллионы ходят. Ну, звезда она, да? Да. Но вот опять же она же это делала, допустим, не чтобы стать звездой, а чтобы заработать много денег. А звезда – это дорога. А люди нездоровые, они вот «я хочу, чтобы меня все любили». Я говорю, это тогда вот надо идти прорабатывать психологом, психиатром туда. И все. А когда ты делаешь просто хорошо свое дело, да, у меня на детских фестивалях, так я с преподавателями иногда, были у меня такие стычки, знаешь, когда начинают говорить детям, рассказывать детям, что вы сейчас выйдете на сцену, это все ради зрителя. Я говорю, что вы мусор такой несете в голову, на сцену надо выходить, когда ты не выйти не можешь. Вот ты сейчас задохнешься, если ты сейчас не выйдешь и не споешь, или не выйдешь и не станцуешь. У меня такое сейчас есть? Ну, есть, слушай, есть же дети талантливые. У меня там приятельницы сын, ну, как бы спортом нужно выбирать. Он такой, футболом хочу. Я говорю, неправда. Я говорю, я знаю детей, которые хотят футболом заниматься. Они спят с мячом, и родителям мозг выносят по стенке, долбят круглосуточно. Я говорю, ты так не живешь. У тебя нет мяча, ты там иногда выходишь во двор там попинать, ты не хочешь заниматься футболом. Когда хотят чем-то, вот у меня тоже там, я хочу быть певицей, я говорю, пой. Как тут, при всех что-то? Я говорю, какая у тебя разница? Давай, пой. Но если тебя душит, понимаешь, ты не можешь это удержать. Ну, просто захлебнешься вообще-то. Я себя там ловлю за рулем, я в голос пою. Сейчас с собакой гуляю, иду, думаю, господи, или в лифте еду, пою такая. Себя ловишь, думаю. Ну, у тебя красивый голос. У меня хороший голос. И он, слава богу, не изменяется, и так здорово. Слушай, но я в жизни не курила никогда, у меня нет никаких факторов, которые бы его как-то глобально изменяли. То есть есть, конечно, я там много лет не занималась вокалом, у меня были потрясающие педагогии по вокалу, потрясающие. Мне когда спрашивают, почему я вокал не преподаю, говорю, слушайте, я испорчена знанием качества, как это должно быть. Вот я никогда не стану таким преподавателем, просто потому что у меня нет такого ни опыта, ни подготовки такой. И меня пугает обилие девочек, которые умеют играть на фортепиано и считают, что они уже могут преподавать вокал. Да. У каждого, у кого есть фортепиано, музыкант, у каждого, у кого есть фотоаппарат, он уже фотограф. Фотограф, да, да. Такая вот жизнь у нас сейчас. К сожалению. Не талантно. Ну, знаешь, фотограф хотя бы не спортит. А плохой педагог по вокалу, он тебе так убьет связки, что потом не восстановить никем вообще, да. Ну, просто должны, наверное, люди аккуратнее и внимательнее сейчас относиться к тому, на что они идут, к кому они идут. А люди же не знают, как должно быть, понимаешь? А сказать, а рассказать. А как рассказать? Смотри, вот ищет педагога по вокалу, да. Буквально вчера какое-то объявление у нас такое было. Я понимаю, что, ну да, там нашего общего знакомого порекомендовали. Я говорю, да. Вот к нему, если девочка попадет, будет счастье для девочки. А остальной список имен, ну, связки, вокал – это очень сложная штука. Не надо портить, ну, ребенка и портить здоровье просто. А это я могу так рассуждать, потому что я знаю, как должно быть или как бывает, да. А сама не занимаешься вокалом? Ну, я сто лет уже не занималась. Хотя, вот, знаешь, у меня дочь моего педагога, доцент Гнесинки джазовой, и я тут тоже, она моя крестница еще, девочка эта. И я говорю, Наташа, как бы чисто по-братски, мне хотя бы пару уроков, потому что я уже просто не помню, да. Потому что ее мать из меня любила, конечно, шедевр. То есть там, когда каждая песня на запись расписывается транскрипцией, да, там, позвучно, это там совсем другое звучание вообще, и тебя. И я, конечно, помню, да, вот, рот помнит, рот, там, воздух, дыхание помнит. Но это вещи, которые, ну, они восстанавливаются просто, да, как тренировки, наверное, да. Вот не занимайся 20 лет через пару заходов. Я вспомнила, мы с тобой общались как-то, и ты рассказывала про концерт, сборный концерт, и где ты пела, и люди даже не поверили, что ты это своим голосом, и там на этом концерте присутствовала Алла Борисовна Пугачева. Почему он был такой, да? Да? Ну... Капельку расскажи. Слушай, знаешь, у меня не то что кумиров нет, понятно, что Алла Борисовна – это планета особенная, и вот это великое какое-то, ну, вернее, такое, знаешь, такое поточное поклонение и ожидание милости, для меня оно странное. То есть мне всегда казалось, ну, я так всегда относилась, что Алла Борисовна сама решает, кому достанется, да, там, внимание. И после того, как я спела тоже один в один, как на записи… А песня была… Пела в живую, ну, не знаю, что, забудь об этом. Ага. Вот. И мне на следующий день вдруг позвонили люди, которых я вообще даже не знала, что они узнают, и звонили все с одним вопросом. Все увидели, как после того, как я спела, Алла Борисовна встала и хлопала. Я не знаю, почему она встала, понимаешь, ну, может, там, спина затекла, сидите уже. Но это заметили все и решили срочно-срочно со мной дружить на всякий случай, потому что вдруг мне сейчас там милость-то и достанется, понимаешь. Не досталась милость? Не досталась. На рождественные встречи меня не взяли. Хотя там лоббировали серьезно и, как бы, ну, то есть я в пуле-то высоком была. Угу. Угу. Нет, не пустили. Может быть, потому что и была в пуле, поэтому не пустили. Ну, можно же считать, что все, что они делают, все к лучшему. Да, конечно, я как-то, у меня не было на это ставок, да, никаких не было, там, в жизни я не ставила, карьеру я на это не ставила. Ну, взяли-взяли. Угу. Ну, в тот момент у тебя продюсер еще тот же был, да? Ну, понятно. Ну, у нас самый традиционный вопрос – это планы на жизнь. Да. Хорошее название такое. Ну, программы, да? Вопрос хороший, да. Программы, да. Ну, потому что у нас такая история непростая, связанная… У всех. Да, связанная с тем, что какие же перспективы у человека, исходя из диагноза, да. Почему все? Поэтому мы всегда говорим о том, что планы на жизнь, они должны быть. Это то, что заставляет нас не опускать руки, двигаться дальше, жить, продолжать жить. И… У меня есть планы на мое 85-летие. Поэтому я так… Хорошие. Думаю, что жить буду долго. Да. Пригласишь на день рождения. На юбилей. Ты лучше меня, поэтому вообще… Пойду с палочкой, с таких окуляров. Да нет, мы в это время-то не будем так ходить, что ты… Да, ладно. У меня подруги, у нее план их мотоцикл купить. Он говорит… 85. Да? Ну а чего? А что еще делать? Знаете, какая шутка была, где-то гуляла про женщину. То, что за 80, и когда доктор ей запретил вот это, вот это, вот это кушать, я говорю, слушайте, а что будет, если я это буду кушать? Он говорит, вы можете умереть. Он говорит, серьезно? То есть я 85 могу умереть? У меня там… Я как сыну своему говорю, сыночек, я на твое 18-летие соберу вещи. Он такой выгонишь, я говорю, сыночек, я себе соберу. У меня столько планов на эту жизнь. Я говорю, ты уже юридически мне не принадлежишь, а я побегу самореализовываться туда. Я хочу жить у моря, как нормальный человек. У моря какого? Здесь или где-то далеко? Ты знаешь, у меня есть подружки мои. Недавно одна присылала, просто она живет в Турции. Она в Турции, которую мы не знаем. То есть там не российская. Я поняла. И она присылает просто фотографии, как она сейчас едет на пляж. И одна из фотографий, она просто один в один совпала с картинкой моего мира, вот как я представляю. Да. Я такая посмеялась. Она много фотографий присылала. Я говорю, о, мой вид из окна. В смысле? Я говорю, ты понимаешь? Я не знала, что мне придется там-то у тебя жить. Я не помню, как мне место это называется. В Турции, кстати, доступно для проживания. Мне просто сейчас все доступно. Ну, так-то поехать, знаешь, посмотреть то, чем занимается мой ребенок. И понимая, что это… Тоже близко. Да, такая дорога туда. Парсный спорт. Да, да. Хорошая история. А вот про Питер? А Питер… Питер, опять же, знаешь, это такое… Ну, во-первых, Питер, лично я, для меня это место силы. Мое. Я разделяю твои взгляды на места силы. У меня, правда, знаешь, такой вот… Каждый раз, сколько я езжу туда, у меня каждый раз вот состояние свидания. Когда бабочки в животе, когда тебе не нужны встречающие, сопровождающие, потому что у тебя свои отношения с этим городом какие-то. Когда кофе в каждом ты пьешь, и тут… Ой, кондитерская, ткани, как мне… Да что, в Москве этого нет? Я говорю, в Москве нет такого, конечно. У меня в Питере ощущение, что навстречу идут знакомые люди, которые, ну, знаешь, лица. Ну, и соседи какие-то там, продавщицы из магазина, ты вот каждый день их видишь. У меня с городом такое. И мы сейчас готовимся к переезду туда, потому что просто сына взяли… В команду. Да, в команду… Российская уже, да? Российская… Ну, как, сборная России. Ну, нет, он еще маленький для сборной России, но это туда дорога, да. Ну, дорога в сборную России. Ну, так скажем, более серьезный спорт. Вот именно. Как это, спорт высоких достижений, да, как вы тогда у нас говорили. То есть это другая история, другая возможность для самореализации, для его… Гордишься сыном? Конечно, горжусь. Ну, знаешь, как… Кто-то мне на съемках однажды мне сказали, говорит, конечно, с такой мамой не станешь чемпионом. Я говорю, ну, а что, я в паруса дую ему, что ли? А потом сижу, думаю, а я дую. Дуешь еще как? А я же дую. У него регата, я сижу и дую только в эти паруса. Никогда не регата. Я горжусь, знаешь, чем? Я горжусь, как он… Мне нравится, как он к этому относится. Вот это то, что называется страстью, да. Это то, что называется… Жизнью. Жизнью, да. Мне когда, знаешь, там приятельность. Ну, что вы спортсменами собираетесь быть? Я говорю, а вы кем? Мы еще не решили. Я говорю, прикинь, а мы спортсменами. То есть вам 16, вы еще не решили. А у нас есть такая дорога, в которой он может и зарабатывать, то есть у нас есть уже размышления, кем он будет, в какую профессию, какое направление. Он понимает, что ему для этого нужно, да. Ты в завтрашнем дне уверена, получается. Ну, слушай, ну в этом сложно быть уверен, в завтрашнем дне. Там же ветер не в ту сторону подулась. Ну, с такими планами можно. И, по крайней мере, к тем планам идешь. Я думаю, знаешь, с таким видением можно. Потому что я действительно понимаю, что, ну, как смысл жизни, да, в продолжении вот жизни непосредственно. Не в смысле родить ребенка, а в смысле продлить вот эту историю, да. К сожалению, я очень много работаю просто вот с детьми и с родителями. Сейчас в большей степени с родителями, потому что в детях-то меньше проблем. Угу. Ветер у нас что? У нас состоится прямо в ближайшем будущем, получается. А если все будет хорошо прямо через две недели? Все будет хорошо. Я, кстати, собираюсь на форум «Белые ночи», онкологический форум. Я там буду четыре дня находиться. Когда? С 20 по 23. Июня? Да. А, то что? Поехали вместе. Слушай, я тебе скажу. Я на машине еду. Да ты что? Да. А? Так, мы поедем вместе. Все. Договорились. Поедем. Да, поедем, поедем. Ура! Слушай, я так удачно зашла сегодня. Дважды. 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 Я вообще, знаешь, вот эту онкологическую тему. Или мне вот правда вот с окружением сейчас повезло. У меня такие хорошие доктора. У меня такие люди, которые заточены на победу. Да, вот то, чем они занимаются, кажется волшебством каким-то. У меня как-то пошли люди, которые непосредственно вообще к этому диагнозу по-другому относятся. Да? То есть, ну, не как беда бедовая какая-то, а то, что сейчас вырулим. Ну, у меня отношение такое, что надо принять бой, дать отпор этому врагу. Делать то, что должен, да, и быть, что будет. Да. Пусть он думает, что ему сладкое не придется. Раз он поселился, то ему придется туго. И не факт, что мы победим. В любом случае победим. Света, спасибо большое. Я поеду с тобой на машине. Спасибо. Пить буду всю дорогу. Анекдоты рассказывать. Класс. Это будет самый короткий и красивый. Я люблю Питер. Приятный путь для меня в таком случае. Ну что ж, спасибо большое. Мы уже поговорили. Да. Это что? Ну, мы можем продолжить все в наших руках. И я думаю, что не раз мы встретимся в этой студии. Мы еще такое наделаем. Дожди, у нас столько песен еще впереди, да, и нам есть чем жить. Да. Спасибо большое, что рассказала. Вам спасибо, что вы вообще говорите об этом. Потому что, знаешь, как народ, правда, я вот сегодня подружке говорю, еду на передачу сниматься. Ну, про что? Я говорю, ну, про онкологию. Боже, это такая тема, такая тема. Я говорю, какая это тема? Ну, вот какая это тема? Я говорю, ну, что? Ну, не знаю, так тяжело про это говорить. Я говорю, ну, неправда. Я говорю, ну, не надо вот просто… Кому не страшно, тому не тяжело. Я говорю, тяжело – это почему? Потому что страх. А страх – это отсутствие знаний. Вот, да. А мы и боремся с этим. Мы боремся со страхом и в первую очередь даем людям знания, чтобы у них было такое оружие в борьбе и со страхом, и с этим неприятным заболеванием рака. Ну что ж, будем прощаться. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Мы продолжим наши выпуски. Оставайтесь с нами, следите за нашими новыми программами и берегите себя и своих близких. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok